Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат С вами на связи мастер Фида Максимов Мариев И сегодня мы посмотрим как 13 чемпион мира Гарри Каспаров провел блестящую атаку против чемпиона США Фабиана Каруана Эта партия игралась в 2016 году на турнире Ultimate Blitz Challenge где Гарри Каспаров сражался с лучшими шахматистами США И вот Фабиана Каруана делает первый ход, конь f3 Конь f6 отвечает Гарри Каспаров g3 Это у нас дебют рэти Сейчас мы посмотрим что же заготовлено у Гарри Кимовича против этого скучного начала Так у нас полная симметрия Видимо хочет отсушить Гарри в этой партии Это кстати последняя партия в этом турнире И возможно Гарри уже устал Тем более он уже не молодой человек Как вы знаете бросил шахматы довольно таки давно Ну ладно вернемся к партии Пока что у нас происходит неторопливое развитие Е5 играет Гарри Каспаров По мотивам старой индийской защиты А вот Фабиана Каруана решил обоих слонов фианкетировать Фигурно воздействовать на центр Но возможно сейчас он хочет провести еще и d4 То есть не только фигурами атаковать центр Но и пешками Поэтому c5 играет Гарри Каспаров Не давая возможности сыграть d2, d4 Но у этого хода есть минус Поле d5 ослабляется Теперь конь может выйти на c3 Затем второй конь уйдет на e1 Ну и в общем поле d5 Белые могут оккупировать Но нет другой план избрал Каруана Он хочет все равно провести d4 Поэтому сыграл e3 Каспаров сыграл конь c6 Добавил удар на поле d4 Ну и развивает коня И вот сейчас принципиальный выбор у Фабиана Каруана Пока что развивает коня на c3 Слон f5 Сейчас уже хочет слон d3 где-то пойти В вариантах Гарри Каспаров Поэтому нужно как-то реагировать Сейчас самое время сыграть d4 Потому что потом уже может быть поздно Потому что черные могут реально заблокировать это поле Сыграть слон d3, затем e4 То есть механический блок такой поставить Поэтому d4 играет Каруана Все правильно делает e4 последовал мгновенный ответ Но этот ответ не импровизация А Гарри Каспаров все помнит У него такая же позиция стояла в 80-м году Против шахматиста Веба Симона Международного мастера примерно И Гарри Каспаров обладает просто феноменальной цирковой памятью Помнит практически все свои партии из детства И даже из сеанса одновременной игры То есть у него память реально гениальная И вот эта у него позиция стояла на доске Но только там коня на g5 убирал Веб Симон А здесь Фабиано увел коня на e1 И вот повел его на c2 Сейчас мы посмотрим Лучше ли этот маршрут или нет А Каспаров начинает наступление Играет h5 Сейчас он хочет сыграть h4 И это стандартный план в таких позициях Пешка идет на h4 Потом может на h3 Ферзь на d7 идет То есть тут у черных очень ясный план атаки на короля А белые начинают контр-игру на ферзьевом фланге И здесь вопрос Кто быстрее создаст проблемы Начинается гонка буквально Это Формула 1 на шахматной доске И сейчас мы посмотрим Кто же быстрее 53-летний Каспаров Лет 24-летний Фабиано Каруана В шахматах Скорость определяется не годами Как вы понимаете А мастерством Итак, Гарри задумался Продумывает наперед Подготавливает план атаки Потому что тут много очевидных ходов Например, ферзь d7 сыграть Или h4 Но он очень глубоко погружается в позицию Даже в блиц партиях И забегая наперед скажу Что сейчас вам нужно подготовить ручку Листочек Потому что вы увидите просто блестящий пример Атаки на короля От чемпиона мира Уроки от чемпиона вдвойне ценные Поэтому запоминайте то, что сейчас будет показывать вам Гарри Каспаров И напомню вам, друзья, что Турнир, в котором Гарри Каспаров вернется в шахматы Состоится уже в августе С 14 по 18 августа И все это действие мы будем транслировать в прямом эфире На этом канале Так что не пропустите Обязательно подпишитесь на канал Поставьте колокольчик Чтобы не пропустить прямой трансляции Потому что будет очень интересно И множество приглашенных гроссмейстеров Так, а теперь вернемся к партии Гарри Кимович задумался Дав мне возможность тем самым поговорить На околошахматной темы И еще раз напомнить о том, что Совсем скоро состоится его возвращение Так, а он играет h4 Это стандартное продвижение в таких позициях Он при случае может сыграть даже h3 Чтобы запереть белого слона И ему придется уйти на поле h1 Но есть также и идея сыграть hg Чтобы подослабить прикрытие белого короля Поэтому целесообразно пока что Подержать пешку на поле h4 Чтобы сохранить возможность для маневра А вот Фабиано задумался Потому что не знает, как остановить Эту лавинообразную атаку Но ему стоило сыграть h3 с идеей g4 На g он играет fg просто И линия f скрывается А если же черный играет, скажем, ферзь d7 То мы можем сыграть уже g4 Не боясь жертвы слона Потому что здесь у нас есть ход f3 И в итоге белые отбиваются Сохраняя даже лишнюю фигуру Так что ход h3 позволял удержать позицию Но слона a3 играет Фабиано Каруана И Каспаров просто не понял Куда же он слона-то поставил Но он напал на пешку c5 И хочет сыграть b4 То есть две идеи у этого хода Пока что b6 играет Каспаров Пешку защитил от греха подальше Но можно было даже и не защищать на самом деле Но на всякий случай в блице особенно Полезно защитить пешку Чтобы нигде не просчитаться А вот Каруана думает Как же ему контр-игру-то здесь развить Ну сыграет он b4 А что дальше? На b4 можно даже стукнуть Несколько раз И вот Фабиано задумался Горькие мучительные раздумья у него начались А Каспаров явно доволен своей позицией Даже по невербалике видно то, что он Предпочитает здесь играть за черных И кстати на Каспарове рубашка черного цвета Которая идеально подходит к образу убийцы Ладья d1 играет Фабиано Каруана Хочет где-то пешку на d6 возможно прихватить Но слон g4 тут же получил И ладью пришлось убрать Каспаров уверен в себе Играет ферзь d7 Ферзя хочет перевести на поле f5 Также есть еще идея сыграть слон h3 Ну скорее ферзь f5 Потому что слон h3 без угроз Там слон h1 будет b4 играет Каруана Хочет скрыть линии Чтобы хоть как-то отвлечь силы черных От своего короля Потому что если ничего не делать То реально сейчас ферзь на f5 перейдет Все фигуры перестроятся И поставят мат белому королю И вот Каспаров думает Как максимально эффективно перестроить свои фигуры Играет ферзь f5 Ход очень логичный Слон теперь грозит перейти на f3 Ферзь h5 также есть идея И вот давайте посмотрим на показания часов По две минуты осталось у соперников У Каруана даже немножко побольше времени Но времени еще достаточно у них И сейчас начнется самая горячая часть партии Все что было до этого Это можно назвать прелюдией А вот сейчас у нас начинается самое интересное Так Каруана думает И уже на самом деле пора сжигать мосты Уже нечего терять Позиция просто тяжелейшая Тяжелейшая играет слом b2 Это жертва пешки на b4 Можно на cb сыграть Но Каспаров даже Я думаю не обратить внимания на эту пешку Потому что у него есть более сладкая цель Это белый король Пока что играет ладья d8 Чтобы защитить на d6 Но теперь нет ухода dc Потому что там после dc Черный захватывает линию d еще Но что-то хорошего подсказать для Фабиана Не так-то просто Играет конь b5 Нападает на пешку d6 при случае То есть приковывает ладью К защите пешки Плюс возможно на а7 гетто заберет Словно в 3 играет Каспаров Уже начинает менять фигуры Которые участвуют в защите короля То это слон на g2 Он является главным защитником Главным телохранителем И вот его пытается устранить Гарри Каспаров Реально действует Как наемный убийца Сначала убирает всех телохранителей А затем уже добирается до босса У нас такая будет Криминалистическая тематика этой партии Но это все из-за рубашки Каспарова Как у Джейсона Стетхэма в фильме Паркер d5 играет Фабиана Каруана Открывает дорогу слону Плюс нападает на коня Какие-то изменения все-таки происходят Потому что слон на b2 бездействовал Теперь он хотя бы имеет определенную работу Может поменяться на коня f6 Чтобы этот конь не принимал участие в атаке Конь e5 играет Каспаров Поменяли коня Владиабет e5 Конь e1 Конь подключился к защите Кажется, что удалось Как-то консолидировать оборону Фабиана Каруана И вот посмотрим Удастся ли Гарри Кимовичу найти здесь Какие-то Дополнительные ресурсы для атаки Потому что Действительно Конь подключился к защите Слон здесь Плюс поменяли коня Важного Кажется, что худшее уже позади Но на самом деле Это я лишь подбадриваю Фанатов Фабиана Каруаны Потому что Гарри Каспаров Беспощаден Он играет hg Здесь Фабиан задумался Брать пешкой h или пешкой f Но если пешкой h брать То там можно Просто по линии h заехать Сыграть ферзь h5 Потом конь g4 Поэтому fg играет Ну чтобы поле f2 появилось У короля для побега Плюс ферзь может на f2 перейти Также пешка на h3 Может пойти Слон h6 играет Каспаров Напал на пешку e3 На всякий случай Фабиана сыграл ладья b1 Хладнокровно Король g7 Просто хочет ладью на линию h поставить Сыграть ладья h8 И матовать по линии h То есть все фигуры к атаке Подключает Каспаров Ладья b3 сыграл Каруана И выясняется Что ладья h8 играть нельзя Потому что пешка на d6 висит Поэтому Каспаров думает Как же ему активизировать свою ладью Сразу хода ладья h8 нету Поэтому Нужно искать какие-то другие пути Для усиления позиции А времени-то не так много У Каспарова осталось 40 секунд всего лишь Играет ферзь h5 Хочется играть конь g4 И напасть на пешку h2 Плюс пешка на e3 будет зависать То есть опять Напряжение нависло над доской Над позицией белого короля Фабиано думает У него в принципе еще время есть 44 секунды Но времени тоже не густо Как говорится Как же здесь защищаться Играет h3 Хочется играть g4 Это та идея О которой мы говорили раньше Он хочет гнать врага Со своей территории Гнать всю черную армию В свой лагерь Каспаров думает Играет конь h7 Коня на g5 хочет Подключить Чтобы давить на пешку h3 Плюс конь может на f3 запрыгнуть Как же защищаться От этого плана Играет g4 Гонит врага Но Каспаров не бежит А принимает бой И жертвует слона За две пешки И выясняется Что убежать-то королем Теперь совершенно Не представляется возможным Потому что на короле f1 Будет ладья f5 И дальше Путь у короля обрезан Поэтому пытается Поменять ферзей Фабиан играет ферзь d1 Но разумеется Гарри Каспаров отказывается Играет ферзь g3 И теперь позиция Еще больше усугубилась Пешка на e3 подвисает Грозит ладья h5 Грозит конь g5 Грозит все Любой ход Создает угрозу Уже белому королю Конь g5 играет Каспаров Подключает коня к атаке Все фигуры черных Участвуют в наступлении Король h1 Но это конечно Очень уверенный уход в угол С учетом того Что линия h полностью вскрыта Это выглядит как самоубийство Ладья h8 играет Каспаров Подключает последнюю фигуру к атаке И король g8 Просто освобождает дорогу Своему слону Хочет сыграть слон f8 Съесть коня на поле d6 Так и играет слон f8 в шах Король g1 Конь h3 Король f1 Съел коня Теперь ладья f5 в шах грозит Что же делать У Фабиана осталось 5 секунд Он берет коня Ладья f5 в шах Конь f3 приходится играть И после ладья бьет f3 Фабиана признал свое поражение Потому что на взятие Будет просто f4 g1 мат Вот такая блистательная партия От 13 чемпиона мира Он показал Как нужно атаковать Итак друзья Надеюсь что вам понравилось Это феноменальная атака От Гарри Каспарова И вы оцените лайком Эту партию Эту атаку А также я рекомендую вам подписаться На канал Потому что у нас В августе планируется Очень много жарких событий И уже сегодня В 20.00 по московскому времени Будет прямая трансляция Блиц матча Александра Горщука Против Ричарда Раппорта Все приходите Будет интересно И полезно для всех Ну а кроме этого Рекомендую вам скачать книгу 21 критическая ошибка Новичка в шахматах С помощью этой книги Вы сможете Значительно ускорить Свой шахматный рост Потому что в нее Вошли советы Всех чемпионов мира В том числе И легендарного Гарри Каспарова А я вас Еще раз благодарю за внимание И до новых встреч Поверь мне Вечер будет приятным Субтитры сделал DimaTorzok